Мы продолжаем выпуск. Сегодня последний день приема документов для участия в сентябрьских выборах в законодательное собрание КРЭМ. Что называется, в последний вагон успели заскочить несколько кандидатов от разных партий. Так, о своем желании поучаствовать в предвыборной гонке заявила Алена Миронова, окружной координатор движения «Волонтеры-медики». Кандидат планирует работать над решением проблем здравоохранения. Ежедневно мы помогаем и врачам, и пациентам, и мы не можем справиться без поддержки власти. Поэтому нам важно выстроить эффективную работу совместно с чиновниками. Поэтому сильный голос в законодательном собрании нам необходима, наша представленность, для того, чтобы отрасль здравоохранения работала качественнее и эффективнее. Кроме того, документы в избирательную комиссию сегодня подали представители новых партий. Кандидат от «Зеленой альтернативы» Артем Ричицкий планирует заняться решением экологических проблем региона. Еще один новичок в политической гонке – Демократическая партия России. Ее представляет Денис Притуляк. Он долгие годы отстаивал интересы красноярцев в составе ЛДПР, однако в последний момент ему предложили выдвижение от партии ДПР, и он охотно согласился. Говорит, его идеи совпадают с идеями в новой партии. Я не предавал никогда избирателей, и не хочу их предавать, и никогда не предам. Я решил идти на эти выборы от Демократической партии России. Потому что я демократ, я поддерживаю демократию. Поскольку в Красноярском крае накоплено большое количество экологических проблем, эти проблемы необходимо решать. Именно для решения этих проблем новая политическая сила, зеленая альтернатива, выдвигает список кандидатов в законодательное собрание Красноярского края. Мы как раз намерены решать те проблемы, которые накопились и ранее не решались. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!